Дорогие друзья, в Петербурге сегодня шикарная погода, совершенно шикарная погода, солнышко. С вами я, Татьяна Салмановна Мактун, Сан-Фудзин, и моя программа ресторан Лока Феда Бьюти, творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Ох, какое солнышко. Сейчас были такие технические моменты. Зарядочка на моем компьютере и ноутбуке закончилась, сейчас я подключила. Знаете, время идет, и я еще мой селот-селот не кушала, еще надо будет сейчас тепленького подогреть, чтобы в кофте теплого кипятка добавить. Так что вот, вот такие вот дела. Сейчас я приду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, я такая суперзвезда, суперкрасотка. Ох, такая супер-супер. Сейчас в чашечку мою... Ох, сейчас будем напитываться золотой энергией. Ох, энергии богатства. Продолжение следует... такая красотка супер оргазмическая что этот уазик уже отъехал уазик отъехал видеосъемочку сейчас я сюда поставлю красивенько я вот подумала я как-то вот наклоняюсь сюда вот эту вот так тем самым аккуратно все это аккуратненько я знаете вам стал я уже показывал очень в общем как-то вот так да я вам покажу мой салат вот так вам видно будет мой салат салат кофе кофе салат хотя такой солнце вот там не могу понять видно не видно в общем как-то вот так такое солнце-солнце прям солнце-солнце даже мне вот сколько там в общем все хотя салат давайте в таком режиме наслаждаться собой а здесь прямо так солнце в лицо прям солнце в лицо его надо было немножко сейчас будут технические вопросы опять занавесочку немножко нужно вот так вот занавесить чтобы это солнце было мне не совсем в лицо или мы будем загорать принципе все салмана мы будем как-то это загорать может быть не будем как-то может быть немножко позагораем полчасика все таки солнце-солнце устроиться на а знаете я вот так устрою смотрите хотя тогда я не очень хорошо вижу себя и же моим ноутбуком заснимаю как и там получалось вообще-то сама нужно как-то устроиться как это вообще шедеврально удобно шедеврально солнышко вот это вот солнышком будет часть вообще потому что принципе 17 градусов ты как бы не лето красное вам это все-таки знаете ок немножко кофе у меня в эту штучку разгрелось а в общем все татьяна салмана давайте в общем это наслаждаться наслаждаться жизнью собой хорошей погодой дорогие друзья завтра у нас уже 1 сентября вы уже собрали а детей в школу смысле принадлежности как там знаете в советские времена этот портфельчик подам этот как называются гисте фломастер нет фломастер в советские времена это был дефицит всякие ручки там ручки пенал портфельчик школьная форма букетик цветов кстати что в первой классе хотя думаю что первый классе тоже пошла с гладиолусами из белоострова мама выращивала всегда цветы в белоострове и впервые на 1 сентября я шла с букетом цветов из белоострова так что вот это в основном гладиолусы были такие вот дела 1 сентября завтра ну зачем покупать и тратить деньги тем более мы так скромно жили а так вообще букет цветов там 5 5 гладиолусы гладиолусы красивые как-то я сейчас не вижу что как-то знаете такие цветы их в общем выращивают салфеточку нужно еще принести все же принести салфеточку вот мужчина выращивает здесь на углу у него совершенно шикарная и вилка у меня такую штуку сейчас как-то придет а Ну да, цветочки выращивает, я его всегда всего там одного видела, знаете, там один там выращивает, плевает, такой пенсионер. Сегодня смотрю, в окно посмотрела, ну точно сказать не могу, знаете, я в него тоже особо там не приглядываюсь. Такое чувство, что он шел в магазинчик из семишангов с женщиной, пенсионеркой. С продуктами они шли. Ну так я в общем как-то посмотрела, смотрю, ну скорее всего он, понимаете, точно, ну 95% что это он. Ну что, мой такой новый салатик. Сливы, томаты, огурчики, виноград. Поступил такой вопрос на мой канал YouTube, где можно почитать мою книгу. Кстати, она салмановна, это я, я очень щедро делюсь, в принципе, вам даже особо и читать не надо, вы можете прослушать мои видео. Я читаю мою книгу, читаю в рамках моей творческой студии позитивного мышления, главы из моей книги, вводы отдельные, цитаты. Так что вот, прямо на двух моих каналах YouTube, Татьяна Салмановна, Махтун Сайфудин, на русском, на английском языке, Мастер это ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через Дефис, Махтун Сайфудин, через Дефис, это пишется на русском языке. Можете открыть, посмотреть и прям послушать. Я прям читаю мои главы, мои книги, Тайная психология денег, секреты богатств и процветания. Вы надо, хотите, чтобы я вам, я, потому что в разное время, там-то нужно, у меня огромное количество видео, это нужно еще смотреть, вот где там какое-то видео, вы надо, хотите, чтобы я сделал подборочку. Чтобы сразу было видно, что это моя книга. Очень даже интересно. К моему видео, когда мне там дверь, дверь я устанавливала в моем эллинге. Может быть, это тот же самый парень, пишет, мужчина, который меня демонтировал там, устанавливал дверь, он тоже спрашивал, чтобы я подарила книгу. И всего два экземпляра книги у меня осталось. Я там в 2016 году тираж почти восемь тысяч экземпляров выкинула. Так что вот. Ну, я так понимаю, что Рустема с Ромайшем и с Василием Вариановичем, они выгружали эту книгу, и Рустема договаривался с дворником насчет помещения, я так понимаю, что Рустем вывез эту книгу. Вы спросите у Рустема, может быть, у него есть экземпляр, может быть, он вам подарит экземпляр моей книги? Ну, и подарит или продаст, я уже не знаю. Продолжение следует... Ну что, анонс, был анонс, что будем с вами шептаться. Сейчас я покушаю. Такое название, интуитивная карта сокровища, интуитивная карта желаний. Интуитивная, в общем. Интуитивная карта сокровища, интуитивная карта сокровища, интуитивная карта с … Вы задали какие-то вопросы, я же вам говорю, много путешествовала в Америке, в хороших отелях, вы бы спросили, расскажите нам про отель в Лос-Анджелесе, не в Лос-Анджелесе, а в Санта-Барбаре, гольф-отель, 5 звезд в Америке, также про 5-звездочный отель SPA, тоже в Америке, где-то там, тоже не очень далеко от Санта-Барбаре, в каком-то там известном тоже городочке. Так что вот, у нас там с моим мужем Перри вообще любил, знаете, когда ему что-то такое скажешь, он прямо там вставал, знаете, вот эти плечики вот это распрямлялись, у него спина прям такая прямая, он прям вот это вот, он, знаете, знаете, вот это вот, все мне говорил, что он получает столько же зарабатывать, столько же, сколько американский президент, и знаете, вот так вот, гордо, гордо, грудь вперед, то есть, в общем, вы поняли, да? Он мне говорил, что он, правда, до нашего с ним замужества он зарабатывал в два раза меньше, потом он стал зарабатывать в два раза больше, чем зарабатывал до. Ну, вот, я не знаю, сколько зарабатывает американский президент, это мне Перри так говорил. Кстати, продолжая вчерашнюю тему этих отелей, у нас с Перри в этом отеле, спа-отеле, у меня было такое чувство, хотя это была осень, знаете, немножко прохладная, знаете, вот такая погода, как сейчас была, вы понимаете, 17 градусов и солнце, это был сентябрь или октябрь, вот, была примерно вот такая погода, как сейчас, в принципе, днем на солнце можно и в футболочке, и в джинсах, но если чуть-чуть вот это, знаете, к вечеру будет там 12, в принципе, это тебе не лето красное, это где-то так было. Хотя я считаю, что это бархатный сезон, в принципе, это нам же считается, или в сочах, наверное, там больше градусов, не знаю. И как раз вот в этом отеле спа, у меня ловко чувство, что у нас бы прям с ним было VIP обслуживание, там было так мало народу, вы поняли, да, там почти никого на территории не было. Такое, знаете, индивидуальное вообще VIP обслуживание, выходишь, номер у нас был, в принципе, обычный, ну, нормальный, хороший, 5 лет, вот, с балконом даже, балконе там даже был, комната не очень большая, но это был единственный, а, может быть, не единственный, это был единственный отель, где из спальни, из номера, короче, из ванной комнаты можно открыть окно и смотреться внутрь, как говорится, в номер отеля, ну, вы поняли, да? Обычно как, как говорится, в ванная комната отдельно заходишь, дверь закрываешь, а там было еще окно, когда ты его распахиваешь, эту шторку открываешь, ты можешь общаться с тем, кто вот в комнате, на кровати, на кресле там сидит, вы поняли, да, такой эротик, супер такой эротик номер у нас был, ну, глядя, для молодоженов, хотя, в принципе, для молодоженов это не был президентский люк, номер был небольшой, из одной комнаты, но вот это окно, понимаете, лежишь в ванной, открыл это окно и можешь общаться с кем-то там на кровати или как-то, ну, вы поняли, да, вот это, потом еще там, вот это вот балконе был, небольшой балконе и вообще, у меня было такое чувство, что у нас такое VIP обслуживание в этом отеле, потому что когда там днем уже после ланча, бранча выходишь туда, к этому, как обычно, бассейн, бассейн, там эти дорогие шедлонги, там вообще никого не было, там был бассейн, там были шедлонги, там не было никого и там еще помимо бассейна была джакуди большая, с теплой водой, и еще с теми можно пополнить даже пузыриками, вы поняли, да, потому что купаться, когда 17 градусов, американцы, я думаю, не решаются, ну, если только моржи, понимаете, если вы выкупаетесь, понимаете, в такую погоду, если вы, конечно, моржи, короче, закаливаетесь, это одно, это вам не 25 градусов, так что там никого не было, там были эти шедлонги сложные, там был вот этот вот, вот это, вот это шикарный бассейн, шикарная джакузи, и мы спели на этих шедлонгах, и честно говоря, я тоже в этом, в бассейне, в общем, это прохладная вода, холодно, если ты в бассейне покупаешься, там холодно, потом ты вылезешь, а здесь вот это вот такой ветер, понимаете, вот это осень-осень, так что вот в теплом джакузе, кто смотрел эти видео, у меня там было заснято это на видео, вот, вы бы лучше спросили, понимаете, экспириенс, рядом с этим отелем, понимаете, там было не было никого, потом мы с Пыри решили сделать променад, это же спа, в это спа, там было спа, там огромные были раздевалки, вот это, ну, я в Пыри пошел в мужское отделение, я в женское, я туда зашла, огромное вот это все такое, пять-пять звезд, вот эти раздевалки, вот это, там вот это что-то такое, ну, как обычно, типа спортивного клуба, но более круто, и там не было никого вообще, я походила, посмотрела, я подумала, ну, это вообще охренеть, ну, да, нет, я так не подумала, просто я подумала, что я здесь не буду этим спа заниматься, вот, я просто посмотрела, что там не было никого, ну, в принципе, в кафешке, в летней кафешке, в ресторане, там был народ, люди кушали, ну, обычно я люблю, понимаете, это же было на берегу океана, океана мой, там на берегу океана, прям буквально пять минут идешь, прям можешь в этих халатах, отелях идти, да, прям почти на территории, вот там был вот этот вот океан, какой-то забор непонятный, это вот этот океан, типа песок или там галика вот этот, там тоже не было никого, понимаете, когда мы решили, я говорю, ну, Пэри, давайте я плюс все люблю, как-то вот этот океан, вот это вот, я не привыкла к бассейну, мы с Пэри там разложили вот это, в общем, в принципе, там, по-моему, в халатах даже даже, в принципе, прохладно, и, понимаете, честно говоря, вот этот вот, вот это вот отдыхание на этом берегу, понимаете, это береговая полоса, это холодный океан, ты подходишь к этой воде, ты понимаешь, что это просто охренеть сразу, это как холодную воду, из-под крана открыл и купайся, пожалуйста, если там искупаешь, ты потом вылезешь, холодный ветер, это вообще вот это, так что вот, это как бы не сезон, но, в принципе, это сезон, одеться так по весенне-осенне-летнему, накинуть курточку, да, это, в принципе, такая шикарная погода, но для другого, вы поняли, да? Вы знаете, вот экспириенс, спросите, это вот опять пять звезд, вот это все, один раз мы туда сходили, вот этот океан, вот это что, я вообще подумала, это типа в озерках, в Питере в озерках, вот это типа озеро и там эти люди, хотя, вы знаете, в озерках много обычного народа, там не было никого, но мне не понравилось. какой-то забор, какая-то непонятная, вот это вот, что-то все такое непонятное, там лежишь, холодный океан, а что там лежать, вот, это на VIP вообще не тянуло, это тянуло, она, знаете, мы вот эти вот, короче, знаете, вот эти, как там, приехали дикарем отдыхать, уже, когда уже там сентябрь-октябрь, короче, по типу дикарем мы там отдыхаем, вот это вот, это я вам так сейчас рассказываю, это не знаете, что я что-то там пересказала, это все было нормально, в принципе, я просто вам рассказываю свой экспириенс, просто мы ехали туда за счет моего мужа, если там начать высказывать фе, понимаете, вот это, а да, а что океан холодный, а погода не та, и что это вообще такое, мне это не нравится, понимаете, кому это понравится, я там фе не высказывала, я была всем довольна, я думаю, боже мой, это спа, это пять звезд, это шикарный номер, это вот это, вот это, понимаете, ну да, видите, как обычно, да, вот пойдем туда, вот на океан, там, вот это, сходили, посмотрели, потом позагорали там, вот это полежали часа два, вот это, вот я посмотрела, вода холодная, вот и что там, где-то все, говорю, перри, пойдем обратно, там уже ланч, бранч, ужин, короче, шикардо, и все, если, например, там он может быть там еще, хотя ему, я не помню, говорил он, нет там, понимаете, что ему там на этом океане делать, просто, понимаете, если потом еще возникает вопрос, и пойдем мы еще туда на океан, и скажем, ой, нет, перри, зачем нам океан, мы лучше там это посмотрим, и раунд, городки, или вообще в шикарный давай этот ресторан сходим, туда мы уже больше не пойдем, там было все вот так, вот мы туда больше не пойдем, вот это, и все, это я вам просто рассказываю, я не высказывала, потому что я была довольна, думаю, здесь пять звезд, там, потом это по Нинклу приехали, я просто вам рассказывала, в принципе, если вы начнете высказывать, что вы приехали не в то время, понимаете, океан холодный, и вот это вот, что-то там такое, я как бы на позитиве, Татьяна Салмана такая на позитиве, я вообще была просто, вообще, как бы на седьмом неле, в принципе, там из одного в другие пять звезд, вот эти вот отели, вот, я, понимаете, такие завтраки шикарные, я просто вам рассказываю, делюсь опытом, Татьяна Салмана, вот это VIP, Татьяна Салмана любит VIP, поэтому, и знаете, в этом самом шикарном было, да, это номера, это вот это вот все такое, потом, знаете, вот это, как у меня обычно такая тема, магазинчики, шоппи-шоппи, где там шоппи-шоппи, посмотреть, в принципе, по баджету, потому что, ну, в размерах той суммы, которая, в общем, дана на шоппинг, баджет-баджет, и в хорошие рестораны, понимаете, в супер-хорошие рестораны, были тоже, что я любил, в супер-хорошие рестораны, завтрак, обед, ужин, шоппи-шоппи, посмотреть и раунд, отдохнуть, поспать в шикарном отеле, ну, вы поняли, да, и дальше путь. Ну, да? Ну, просто я вам просто рассказываю. Ну, в принципе, если бы возник вопрос, если бы он сказал, что, а, мне вот там понравилось на океане лежать на этой штуке, короче, ну, есть такие, знаете, вот эти, вот эти вот приспички, ну, я бы тоже полежала, закрылась бы вот этим, короче, халатиком, там нормально, а что, знаете, вот это вот песочек, океан, морской бриз, вообще шикардос, вот это вот, ну, халатик бы накинула вот этот вот, знаете, поспала бы в этом халатике, чем-нибудь еще утеплилась, полежала бы на этом солнышке, подышала бы морским бризом, в принципе, если бы возник вопрос, если бы его вообще приспичило к этому океану, так что вы, это вообще ноу-проблема, я бы не стала говорить там, нет-нет, я бы утеплилась, короче, а что, понимаете, вот этот океан, вот это вот, просто, просто шикарно, вот это вот, да, может, я вам рассказываю, просто мне такая, тихо, всегда была такая, тихо, вот такая вот линия, в шопе, в магазинчике, в принципе, все посмотреть, можно побанить, это что-нибудь со скидочками, ну, у меня привычка была, это как-то обычно так вот, потому что Перри там мне выделила какую-то сумму, не помню, по-моему, 2000 долларов, или сколько там, у меня была такая сумма на шопинг, всего, я там дубленку, кстати, купила, дубленку такую, с опушкой, вот, такая примерно до колена, это прямой фасон, в одном из этих больших молок-молок, кстати, эту дубленку, эту дубленку мы сразу не взяли, что-то там, то ли размер не тот был, то ли там, что надо было сделать в этой дубленке, мне ее прислали с доставкой на дом, потом в Коннектикут, потом я ее получила с доставкой, эта дубленка, помню, так было? В общем, какая-то шерина такое. Ну, вообще, у меня была такая уверенность, знаете, когда я за нее замуж вышла, понимаете, он же прислал документы, я же ездила в американское консульство, два раза, в Москву, вот, там, знаете, он почти год оформлял эти документы, мы с ним женились здесь, в Санкт-Петербурге, потом все это оформлял, прислал мне документы, понимаете, там всякие там справки, сколько он там зарабатывает в год, его там инком за год, не просто сколько зарабатывает, а вообще какой доход, в общем, так что вот, там было очень много всяких документов для американского консульства, и врач, и вообще такая профессия, медженсы, медицин, и, честно говоря, знаете, это не просто вот с кем-то познакомилась, неизвестно кто, кто-то как бы вообще даже вот как-то вот не знаешь, там какая-то неуверенность, но была такая вот уверенность, понимаете, что он, именно это он, потому что он развязал бы американское консульство мне визу, они так это все проверяли, этот мужчина-консул, прям вот это вот, он так проверял все, вопрос задавал и задавал, там окошки пару раз мне, там же он специально нужно было пройти проверку, фиктивный брак это или не фиктивный брак, переписка, телефонные переговоры, переписка, что мы знаем друг о друге, не просто так погулять выше, вот спросите, Татьяна Саламовна знает, так что вот, они должны меня помнить, Татьяна Саламовна так мозг вынесет, ну да, так все очень мило было, нет, а чего, так у нас все, а что мне было, вот это, у нас все нефиктивно, мы познакомились, здесь поженились, что у нас и переписка, и все, тетя, чего там, вот это вот, это не просто какую-то там фигню, вот это, эти ремонты, шум, вот эти ремонты, они вообще вот, вся вот, очень часто, вот что сверли, что-то пилят, там, ну вот ремонтами занимаются, на самом деле, ну в доме, 16 этажей дом, я вообще была так рада, понимаете, что у меня шикарный дом, что он столько зарабатывает, у меня была какая-то вот такая спокойная, уверенность, по-моему, когда мы с ним поехали, он сказал, он сказал, 9000 долларов, ну примерно где-то, вот на шопинг он мне выделил, а то еще сказать не могу, но я ему не стала говорить, а почему не 3000 долларов, а почему не 2500, так что вот, я была очень довольна, я считала, что эту сумму мне нужно потратить на какие-то красивые вещи, ну как бы, что-нибудь такое поискать в магазинчиках, где там распродажи и так далее, не так, что, знаете, вот это вот, я, в принципе, когда искала себе иностранного мужа, понимаете, найти себе вообще мужа сложно, хотя кто-то может сказать легко, такого, о каком мечтаешь, в принципе, а найти среди иностранцев вообще вот, понимаете, вот так вот мужа, а если вы хотите еще понимать и по любви, и чтобы состоятельный, богатый, заботился, и вообще там, может быть, был там красивый, там высокий, молодой, там специально, если у вас много-много вот этого всего, ну я не знаю, то есть Наталья Правдина говорит, что как-то возможно, так что вот, но нужно делать, конечно, какие-то вот такие вот ориентиры, приоритеты, и когда я тогда честно, честно могу сказать, когда вот искала, или искала, я пошли пять лет, у меня и была такая, знаете, вот позиция, хотя я писала, знаете, как вот это там, знаете, как я написала там, партнер, друг, любовник, в общем, как-то вот так вот, ну все вот такое, знаете, все в одном флаконе, в общем ориентир был, знаете, на такие вот великолепные отношения, знаете, какие-то вот такие вот, такое вот позитивное общение, вы поняли, да, такое позитиво, никакого негатива, потому что я начала уже позитивным мышлением заниматься, такое все на позитиве, все такое, знаете, феерическое, вот, и, конечно, знаете, чтобы он состоятельный, чтобы он хороший дом, и заботился, вот, и, в общем, стабильность, так что вот, конечно, учитывайте разницу, сейчас мне 49 лет, тогда мне было 30, это был 2002 год, когда мы с ним познакомились, по переписке, 2002 год, кстати, лучшим другом, моего бывшего мужа, по-римаку слотански, был Билли Грант, я вам сейчас вспоминала, как же давали его двух других братьев, Майкл, один Майкл, а третьего никак не могу вспомнить, как он взвалит, по-римаку слотанский, я вам сейчас попробую, я не могу сделать, что-то, есть, ну, Большая дружная итальянская семья, которая по празднику собиралась вместе и играла даже в какую-то игру, какие-то подарки нужно было привезти, что там такое. Я не помню, в чем игра заключалась. Что-то такое. Нормально, хорошее, позитивное, с подарками что-то связанное. Что-то кому-то надо было дарить, что-то как-то выиграть, в какую-то такую дарить, я точно не помню. Так что вот, вспоминая феерическую маму Билли Гранта, как она мне понравилась, такая женщина, мы у них были на каком-то празднике, совершенно шикарный дом, я думаю, что дом даже больше, чем миллион долларов там стоил. Она была своим, я знаю, ее новый муж, любой френд, в общем, тоже такой мужчина в возрасте, такие они все такие презентабельные, красивые, и все гости такие, понимаете, знаете, вот такой дом на миллион долларов, и гости все такие вот эти на миллион, на какие-то родственники, делали, ну, в общем, как-то вот так. Это вам не советский, понимаете, это вам не советский союз, это вам Салмана из Советского Союза. Ну, а что вы хотите, комендантский, понимаете, комендантский, здесь вот обратите внимание, здесь вы видите вот это вот, кто здесь, кто в таком доме 30 лет живет? Вы поняли, да, я здесь 30 лет живу. Я жила 4 года в Америке. Я раньше, как говорится, до того, как вышла замуж за вот Перри, таких, знаете, что меня в такие шикарные дома приглашали, вообще вот так за миллион долларов, нет. У меня таких знакомых-то, откуда у меня такие знакомые? Был у меня, как говорится, работала в журнале правоведения машинисткой, была знакома с Ивановым Антономом Санычем, но, знаете, потом он уже стал начальником союза, нет, он стал тем, как там, возглавил юридический отдел союз-контракта, потом, как говорится, это управление юстицией, но я с ним уже потом не общалась. Так что вот, я так понимаю, что когда уже там люди становятся начальниками, у них уже появляются такие знакомые, знаете, какие-то там мэры, замы мэров, все какой-то такой вот этот круг вот этих людей, понимаете, как раз. А, ну да, видела я начальников союз-контрактов, но никто из них в ресторане, на юбилее, 30 лет Антону Санычу Иванову было. Так что вот он меня пригласил, там были начальники союз-контрактов, вот, рыдник был. Ну да, смотрите, вот это, я же не знаю, я вот так смотрю, там тоже, сейчас он стал тоже каким-то большим вот этим, вот это, по политической линии продвинулся. Ну, ну что сказать, вы понимаете, да? Ну да, что вы такая дерзкая? Ну вот, а он тогда был таким дерзким. Ну я, наверное, на каком-то видео говорила, то есть там вообще женщин там не было, кроме меня, я не помню, что там были женщины, там были начальники союз-контрактов, там был Антон Саныч, и там была я. Это точно. Просто в Америке с таким я не сталкиваюсь, понимаете? Ну, может быть, знаете, конечно, мои познания в области английского, ну, разговорный английский, как говорите, я знаю разговорный английский, говорю на английском. Ну, может быть, знаете, какие-то такие разговоры мужчины ведут за рамками, знаете, они где-то замолкать рамками, но никто вот так в открытую это не говорит. Я просто больше никогда не сталкивалась с такими тостами. Я думаю, что это нормально для, наверное, все-таки какого-то бизнеса, большого российского бизнеса. Так что вот. Встав, встав вот этой пожилавтосты Антон Саныч, он сказал, что женщин должно быть много, как сейчас помню. Так и хочется разбогатеть. Татьяна Салмановна даже по этой причине хочет разбогатеть, стать миллиардершей, потом где-то встретить этого рыбника, сказать, знаете, а мы же с вами... Хотя, вы знаете, о чем вы поняли? Знаете, у него столько, наверное, каких-то этих там, каких-то вечеринок, день рождения, столько вообще, вы знаете, такие богатые, в общем, у них такая насыщенная жизнь. Знаете, честно говоря, мне очень даже хочется, знаете, стать миллиардершей, где-нибудь потом встретить на каком-то рауде вот этого рыбника и сказать ему, вы знаете, а вот когда мне было 30... А мне было сколько? А мне было 20 сколько там лет? Это был какой год? Это был 96-й год, по-моему. 96-й, да? В общем, мне было 20 с небольшим лет. Мне было где-то 23 года. Мне так и хочется, понимаете. Я вот такого свои 49 лет никогда не слышала. Просто если бы я жила, знаете, во времена 100 лет назад, и была бы какой-нибудь графиней или какой-то вот этой, да, это делала бы, знаете, вот это вот. Знаете, раньше дуэли были, еще что-то там такое вот это вот. Ну, сейчас времена изменились, ну, вы поняли, да? В общем, как-то вот так. Знаете, думать о себе как-то вот так, когда живешь. Знаете, я отриваю 30 лет вот в этой квартире, в этом доме, вот из-за угла комендантского, долгозерного, вот этот спальный район. Так что вот. Так что вот. Так что вот. Возможно, знаете, он привык, наверное, так жить. Он, наверное, и не подумал, он привык так жить и, наверное, от души так это пожелал, в общем. Ну, в общем, а что или что здесь скажешь, в принципе-то. Так что вот. Как говорил Антон Саныч, как там... Служба, охранная служба, как она охрана, как она называется? В общем, это список. В Союз Контракции им дают такой список, там, кто их охраняет. Какие рестораны, вот эти вот кафе. Безопасно посещать, какие нет? Я помню, когда-то возмутилась. Вы сидели, а я тоже, знаете, я вам, честно говоря, расскажу. Вообще, это было так удивительно. В общем, это знаете что? Это к чему? Мотаете на уст, девушки, мотаете на уст. Понимаете? Если что, сидишь и молчишь, понимаете? И вообще великолепно себя чувствуешь. У меня такая вообще банера всегда была. То есть поулыбаешься, что-то такое ни о чем, понимаете? Там, ну да, когда там это кафе, ресторан, что мы там это будем какой-то, как там, ну по типу там, или магазин, понимаете, что-то выбор, чтобы купили. А все остальное молчишь и улыбаешься. Потому что если откроешь рот... Я даже такое, что-то такое вообще сказала. Я когда сказала, что вот есть список, а я, может, сказала, может быть, мы в тот какой-то ресторан пойдем, хотя я по поводу ресторана не была спецом. Я что-то такое сказала, понимаете? Мы в машине сидели. Я что-то такое сказала. Я высказала, начала высказывать свое мнение, понимаете? По этому поводу. Я, честно говоря, была удивлена реакцией вообще и вообще высказываниями Антона Саловича и вообще моими мыслями на этот счет. Я была, честно говоря, это было просто такое вообще, просто, как же сказать-то вам, это было так вообще смешно. Сейчас я вам расскажу. В общем, он сказал, что вот список. Охранная служба, которая охраняет, она вот это, в союз контракты, руководители, она дает такой список. Вот в эти можно кафе, рестораны ходить. Ну, рестораны, там кафе не предполагались, рестораны. Другие нельзя. То ли я спросила, что может быть, или я что-то такое вот это сказала, я что-то вот это, я даже не поняла. Ну, понимаете, он стал так возмущаться. Это вызвало такую бурю эмоций. И знаете, что он сказал? Он что-то вот такое в этом роде сказал. Вы что, хотите, чтобы вас там прямо на столе изнасиловали что-то в этом роде? Знаете, он что-то такое вот это, вот что вообще, то есть, знаете, чтобы больше вопросов не возникало. Он что-то такое сказал. Понимаете? А учитывая вообще, я, конечно, на себе, знаете, такая, в общем, считаю, жена такая вообще на миллиарды, в общем, как-то, ну, а себе нужно быть хорошего мнения. Знаете, у меня какая мысль была? Я думаю, за все мои 24 года ко мне даже ни разу никто не подошел познакомиться. Понимаете? Обычно, если девушка симпатичная, она молодая, ей там 17, там 6, ну, вы поняли, да, там, вот это вот, к ней подходят какие-то молодые люди, там, или на улице, или там в транспорте, или в метро, или в автобусе. Или в институте я училась, на юрфаке. Да, а мне за все это время ни один парень даже, ни в детстве, ни вообще вот до этого момента даже ни один ко мне не подошел и сказал, девушка, можно с вами познакомиться? Ну, или как-то, знаете, сказал бы, знаете, дайте мне ваш телефончик, чтобы я вообще могла понять, что я ему как-то понравилась, что он хочет какие-то отношения со мной иметь. Ну, поняли, да? Это вообще просто был, знаете, я была так удивлена, это был такой, у меня, знаете, вот его такая, знаете, его такая реакция негативная, вот эта вот, и вот это, а я так вот сразу прикинула, я думаю, да мне за все это время даже вообще никто даже вот это не подошел, а потом я так прикинула, я подумала, что даже если в этом, это будет большой ресторан, и там будет какая-то такая зварушка, они явно выберут кого-то другого, но не меня. Ну, вы поняли, да? То есть у меня какая-то вот такая вот мысль была, что, ну, во-первых, ну, вы поняли, да, все-таки как-то приличные рестораны, то есть он хотел, конечно, меня вот как-то вот, ну, он вот так вот сказал, что-то в этом роде так звучало. То есть, ну, вы поняли, да, если большой ресторан, там наверняка в рестораны ходят достаточно так-то симпатичных, красивых девушек, приглашают какие-то мужчины, так что вот, я явно смекнула, что, в общем, как-то мне вот это вот скажет, короче, покиньте помещение. Ну, если у них будет там, это большой выбор. Это, знаете, это, я вам честно, я вам делюсь, мы с вами вот, мы с вами шепчемся, и вам честно, я вот, когда он мне это сказал, я, честно, потом, я подумала, что, ну, это вообще какая-то там, в общем, вы поняли, да, но, а потом я подумала, что это, ну, из моей вот этой вот, из моего вот такого опыта, что это явно как-то вот это вот. Ну, да, так оно, так вот, честно, вот я вам говорю, просто вот как на духу, так скажем. сейчас я еще раз подумаю, ну, да, когда в ПТУ училась, вот я сама там с парнем, с каким-то решила познакомиться, сама к нему как-то подошла. Потом кто? Было у меня там еще, когда мы на, я там на дровяном жили, я там познакомилась с одним, я была вообще такая, как-то называется, ну, просто мы с ним, он один раз приезжал, мы с ним гуляли, продавец из магазина, он тоже как-то сама вот это вот, да, кто там еще? Парень понравился, он гражданский, на крыше смотрю, загорает, такой красавец, я сама на крыше залезла к нему, смотрю, там никого нету, конкуренции нету, парень мне понравился, я зашла на чердак, с той стороны, тоже это на нашем доме было, и с ним вылезла туда, и в общем, с ним сама познакомилась, так что вот. Потому что я была тоже любитель загорать с моей стороны, с моей вот это вот, но он же ко мне не залез туда, познакомиться. Хотя из его квартиры меня было видно, я думаю, что у них там эти окна на две стороны, Миша такой, кстати, он тоже разъяснился, он уже где-то в прокуратуре работает, он уже заканчивал юрфак, кстати, может быть где-то или раунд однокурсником, или Иванов, или этого Медведева, он в те годы заканчивал, ну как вы понимаете, я к нему поприставала, поприставала, вот, а вообще-то он с ним позагорала пару раз на той стороне крыши, и все, вообще-то он со мной не стал. Он мне явно дал понять, что, в общем-то, он из такой семьи, то ли из семьи военных, то ли у меня, по-моему, отец военный был, мама такая в челме, Волга у них такая вот там, на Волге, у них была машина Волга, отец, в общем, его мать возил на Волге, она такая, очень такая презентабельная, такая вся шикарно одетая женщина, так что вот, когда мы уезжали с гражданской сюда, в эту квартиру, я даже пришла, у них, у них трехкомнатная была на последнем этаже, я не знаю, трехкомнатная или какая, наверное, трехкомнатная квартира, я позвонила из двери, открыла его мама, вот, я спросила Мишу,